Вы собираетесь баллотироваться в президенты России в 2024 году. Это так на самом деле? Да, это правда. Россия знает Камасутра. Ну да. Это очень большая тема. И самый большой проблем, только одно есть коррупционное. Надо работать по национальной валюте. Это будущее экономики России и Индии. Как в советских советах была любовь для Индии. Вот эта любовь видна сейчас. Люди начинают делить Бога тоже. Не только деньги, Бог хотят делить тоже. Сейчас любовь – это йога. Мужчина даже не обязательно не понимает. Если он любит родину, он первый день должен жениться. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас два собеседника. Один из них – будущий кандидат в президенты России Сэмми Катвани. И его друг, предприниматель из Индии, господин Чакропани. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Это правда. Вы сказали о том, что вы собираетесь баллотироваться в президенты России в 2024 году. Это так на самом деле? Да, это правда. Да. Ну, мы об этом тогда попозже поговорим. А сейчас я хотел бы спросить вас о готовящемся фестивале индийской культуры в Москве, который вы проводите уже несколько лет. Да, мы в этом году будем в шестой раз в Парк Сокольник, 9, 10, 11 августа. В этом году это будет самый большой праздник. Почему? Мы взяли фестиваль на площадь. Это мы добавили еще 5,5 тысячи квадратных метров. И самое интересное, я принес воду из реки Ганга, святую воду. Мы будет маленький пруд делимся. Если все россияне, кто не успевает ездить в Индию, они могут прийти на Парк Сокольники. И, возможно, святую воду можно сматиться. Ну, то есть вы привезли Индию сюда, потому что не все русские могут поехать в Индию. Это неправда, когда вы говорите, что все русские. Вы должны говорить, что все наши пенсионеры, то невозможно или кому тяжело выезжать в Индию. Для него я принес праздник на Москву. Ясно. Я прочел, что там будет фэшн-сари, национальная одежда женская сари. И это будет как показ мод. Вот сари это тоже подвержено моде. Мы не будем говорить, что это как показ мод. Мы будем правильно говорить. Это все индийские женщины, которые живут в России, в Москве. Они будут показывать свои одежды. В последнем году было у нас, как индийские женщины одевают на свадьбу. И плюс разные сари. В этом году тоже будет. И у меня договор идет, это Индийский национальный институт мода. И если они согласуют, то мы приглашаем 50 индийских дизайнеров. И они будут приходить и показывать свой мод. Это будет самый большой индийский мод, который будет показывать на Россию. Это договорность есть. Ну, вы сказали, в шестой раз уже проводится фестиваль индийской культуры в Москве. То есть он популярный, и люди на него приходят. А кто обычно приходит на этот фестиваль? В последние годы было больше, чем миллион двести тысяч человек. И там, я не буду говорить, что один человек был индийский. Это там приходят все россияне. И все гости города приходят на наши праздники. Я не буду говорить, что это фестиваль. Это мы, как говорим, День Индии. День Индии. День независимости Индии. День независимости Индии. То это, как мы праздник делимся, это один из самых больших праздников на Индии. И мы смотрим, что любовь к Индии поднимается. Я вижу, как в Советском Союзе была любовь к Индии. Вот эта любовь видно сейчас. Ну, тогда в Советском Союзе любовь была к индийским фильмам. Рам и Шаам, Зита и Гита. Такие вот фильмы, я сам помню их. И у нас даже говорилось, что есть кино хорошее, есть кино плохое, а есть кино индийское. Не попадало ни туда. А что сейчас в стадии с кинематографом? Болливуд, он ведь чуть ли не на втором месте после Голливуда. Так? По бизнесу можно на второе место. Как снимаем кино, он на первое место. У нас больше, чем 5,5 тысяч кино снимают на каждый год. Каждый год. Индустрия, это очень большое на Индии. Сейчас вы говорите, любовь, это не кино. Сейчас любовь, это йога. То есть любовь русских людей к Индии, это любовь к йоге. Йоге, да. Но вы знаете, вот я скажу, вот моя дочь увлекается йогой. Она была в прошлом, в минувшем году была в Индии. И проходила там мастер-классы. И собирается быть даже тренером йоги. Мы сейчас собрали 21 июня. Это Международный день йоги. Это было на Пак Заряди. Вместе у нас это была Хималия. Пятый Международный день йоги на Пак Заряди. И там Пак Заряди на этот день было больше, чем 100 тысяч гостей. И они еще 50 тысяч человек смотрели. И больше, чем 10 тысяч участвовали на этом празднике йога. Но сейчас любовь, это йога. Йога остается на первом месте. И я когда собрал на этот праздник, я узнал, что в Москве есть больше, чем 75 школ, кто занимается йогой. А вы сами практикуете йогу? Я немножко. Нет, я больше медитация приду. Медитация приду. Можно ли говорить о том, что индийцы и русские, они похожи? Россияне всегда любили какой-то экзотик. Россияне любили цвета. Цвета. Да. Когда приходят на индийский праздник, вы найдете самый большой базар. Настоящий индийский товар найдет. Россияне всегда любили индийский чай. Это есть, что вы можете найти. Сейчас очень популярна индийская косметика. Очень натуральная косметика. Они ищут это натуральное. Как можно одно место, мы найдем самый большой базар, и мы найдем все разные индийские вещи. Это только на нашем месте. Россияне любят настоящий, у нас бывает праздник колесо, где мы, как индийский фестиваль, раз в год мы берем своего бога, и ему катаемся на дороге. Это праздник колесо. У нас есть праздник колесо, и все приходят и смотрят этот праздник. У нас будет настоящая свадьба. Мы приглашаем индийский. Прямо на самом входе вот этих фестивалей, да? И русские женаты, кто уже женили, или кто хочет жениться, они пишут на свои кондитуры, и мы даем им возможность жениться по индийской культуре. По индийскому обряду, да? По индийскому обряду. Мы всегда занимаемся индийской культурой, потому что у нас образуют все разные индийские, российские школы по индийским танцам. У меня в последние годы было больше, чем 3000 участников индийских танцев. Это все россияне были. Люди приехали из Крыма, Санкт-Петербурга, Хабаровск, я не знаю, все разные города, российские школы по индийским танцам, они все приехали у нас. Вот интересный такой получается момент. Вы несете индийскую культуру в Россию. А сами, ведь вы много лет живете в России. Пикропани, вы больше 30 лет живете? Я 33 года живу. Я тоже хочу добавить, господин Санкт-Петербург, сами Котвани, что вы спрашивали, объединяет между Индией и Россией. Я считаю, что один из важнейших чувств, который объединяет, это все на семейной жизни. Потому что Россия – это страна, где люди всегда жили общинами, всегда жили семья, они всегда вместе с семьями жили, понимаете? До сих пор это чувство, оно здесь сохранилось, и дальше она будет ведущей для любой страны. И в Индии тоже они любят семью, родственников. И в том числе мы тёщи тоже любим. Зато я считаю, что семья – это тот, кто объединяет российскую культуру и индийскую культуру. Вот это наше объединяющее звено. Мы оба семейные люди, да. Но языки тоже, вы как-то говорили, что они похожи. Санскрит и русский язык, они имеют некоторые общие слова. Это так? Да, да, да. А какие слова, например? Потому что я вот в детстве учил санскрит. Когда в 88-м год я сюда приехал, мне показалось, что в Россию, когда тогда был ещё Советский Союз, мне показалось, что я приехал буквально. Есть такое кино, которое мы видели, английское кино, называется «Back to the Feature» «Джон Триволта», ну, похоже на вас, есть кино, Иван Васильевич меняет профессию, такое советское кино есть. Мне показалось, что когда русские начали говорить в русском языке, мне показалось, что я пришёл 2000 лет назад машина временем. Русский язык так меня звучало, похоже на санскритские слова. Я просто был, удивился, да. Я буквально за полгода освоил русский язык. Грамматика одинаковая, чеш-чеш-поддержка также одинаковая. Грамматика так ровно-ровно. И слова, я могу сказать, допустим, я вошёл к вам домой и сначала пошёл в ворота, да, по-русски ворота, в санскрит врата, врата называется. Ну, врата по-древнерусски тоже, ворота это врата. Врата, да. Двар, дверь. В санскрит дверь. У вас называется дверь. Братаха, брат. Огонь. Значит, мы говорим огни. У нас есть полюбог огни, так и полюбог огни, да. Значит, ещё самое интересное, больше всех, когда девушка выходит замуж, она очень переживает, как у неё будет свекров, да. Это свекров, значит, по-русски свекров, а санскрит это свекар. Турин это ширин, санскрит. А потом снаха, это получается снуха. Я могу 50 тысяч слов сказать, которые похожи, да. Значит, я сейчас последние много лет часто бываю в Иране, в разных странах я бываю, значит, я смотрю, что персийский язык, я тоже буквально мог, ну, очень легко учиться персийскому языку, потому что там очень много санскритских слов. Туринский язык – это санскритские слова, русский язык – очень много санскритских слов, немецкий язык я знаю, тоже очень много санскритских слов. Я вообще читаю, что не я вообще, но любой специалист, который язык понимает, он понимает, что санскрит является материнский язык индоевропейских языков, начиная из Индии до Сербии, да, вот так могу сказать, что это язык, который объединяет, это был, это главный язык, да. Я не хочу там говорить, что санкрито какой-то индийский язык, я вообще, мое мнение, что это язык арийцев, и арийцы тоже к нам приехали в Индию издалека, как вы понимаете, говорят из России, из всех мест, наверное, из центральной Сибири приехали, да, вот так, когда мы читаем, что санкрито говорят, что когда у нас расстояние из Мериала, из Йоджина, есть слово Йоджина, один Йоджина обозначает 150 километров, один Йоджина, когда почитают вот это Йоджина, она очень похожа, что, вернее, она, как из России приехали, да, потому что... То есть по расстоянию, если сопоставить, да, 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 почему это очень интересно, потому что, когда мы говорим, что Солнце, какое расстояние, есть такой наука, в Индии называется Сурья Сиданта, Сурья, это, значит, является Солнце, Сиданта, значит, информация по Сурье, да, сколько километров находится Сурья, значит, Солнце от нашей планеты Земля, там написано, сколько измерено Йоджина, также сколько километров находится, значит, Арисы приехали, тоже есть, я так понимаю, что это, может быть, потеряная культура, может быть, Сибирь, да, когда-то, все-таки разные есть, верши, что Сибирь был очень теплым, да, разные версии, да, мы тоже в Индии говорим, Арисы к нам приехали, потому что индусы не говорят, что, якобы, Арисы здесь основались, Арисы сюда приехали к нам из севера. Ну, то есть вы не зря оказались в России, но вы в России ведь занимаетесь бизнесом, и вы сами возглавляете ассоциацию предпринимателей Индии. Индий бизнес-альянс. Да, бизнес-альянс. А сколько предприятий туда входит? У нас есть около 170 предприятий. Это индийские предприятия, предприниматели индийские, которые работают в России. Это все российские фирмы, почему мы работаем в России, да, но все хозяины – это индусов. Ясно. А какие сферы, какие бизнесы там представлены? Какие отрасли? Мы начнёмся, самый главный – это фармасепт, потом идут чай и кофе. У нас очень много занимается ресторантов бизнес. Один самый крупный – это Ларсон и Турбо, оборудование больше, чем 20 миллиардов долларов на Индии. У нас все разные. Самый большой и самый маленький. Ну, а чем ассоциация занимается? Она помогает бизнесу взаимодействовать с законодательством, с властью. Вы встречаетесь, я где-то читал, что вы встречаетесь с депутатами Государственной Думы. Какие вопросы решаете? Я буду рад говорить. В этом году мы отмечаем 25 лет индийской бизнес-альянс. Да, я поздравляю. Четверть века – это немало. Особенно в России. Вы же начали это в начале 90-х годов, когда и Россия – это только в нынешнем своём статусе. Мы в 94-м регистрации начались, это индийский бизнес-альянс. И бизнес тогда по-другому ввели в России. Это ведь времена-то были очень сложные, неспокойные. И вы выжили. Да, Россия родилась на моих глазах, я раньше пришёл к концу, почему это препосудство. Они тогда думали, что бизнес невозможно делать, что они дали эту ассоциацию. У нас главная работа – это надо помогать и разговаривать с индусами, кто приходит на Россию, бизнес заниматься. Надо уважать местный закон. Неважно, кто приходит в Запад, надо лучше в Запад заниматься своим бизнесом. Вы, когда приходите на Россию, заниматься российскими законами. Это моя работа, надо его показывать. И как мы иностранцы всегда ошибаемся, или есть, сам понимаешь, никакой россияне не можно понимать все российские законы тоже. Как иностранцы, язык выбирают, мы всегда ошибаемся, и здесь приходят помочь с УФМС, МВД, налоговым. Они постоянно у нас помогают, почему они понимают, что бывают ошибки. Это не специально мы делали, но все равно ошибки бывают. Мы как друзья, все разные органы, мы постоянно встречаемся на Госдуме, Советской Федерации. Вы мне сказали, что это похоже на Индии и Руси, да? У вас свет и волосы другой, у нас чуть-чуть белый свет есть, у нас чуть-чуть темный свет есть. У вас золотые волосы, у нас темный волос. У нас мозги почти одинаковы. Мозги одинаковы, ум одинаковы, думаем одинаковы. Слушайте, почему из Америки, если вы смотрите на IT-технологии, после Индии это второе место занимаются россияне. У нас ум одинаковый, мы всегда даем совет, я последние 10 лет, каждый человек, кому я встречу, я ему рассказал, у нас ум нужно. И мы ум не найдем через дестарбайтер. У нас ум будет через студентов, все международные студенты приходят и здесь учатся, и мы даем сразу на российское видное деятельство. Если 10% умных людей остаются, нашу страну будет очень быстро подниматься. Вы инициируете принятие закона такого, чтобы иностранные студенты после окончания могли получать их. Я не буду инициироваться, это Госдума будет инициироваться. Но да, это я когда был УФМС-министр, раньше был УФМС-министр, мы ему тоже рассказали по поводу этого. Мы должны понимать, что хорошо на другой стране, если все молодые, умные люди будут оставаться в России. Скажите, а почему выгодно делать бизнес в России, в частности индийским предпринимателям, в чем здесь выгодно, почему не в Америке, не в Европе, не в Азии где-то? Слушай, я буду говорить, почему для индусов, да? Я когда приехал в 1990 году, это первая страна, где они любили индусов. Я был в Бельгии, если французский не говорят, они вообще не общаются, они понимают, они все равно со мной не общаются без французского языка. Я был в Германии, я всегда вместе с собой вязал кэмеру, показывал, как будто я турист, почему я очень пугался, меня будут ударить. Там была какая-то расистка. Я приходил в Россию. То есть в 90-е годы в Германии был расизм? Так, он давно был, тогда вы только не узнали, почему вам айфон или интернет не был. Я там был, я лишний там был, и там без камера нельзя гулять. Инстанция гуляет без камера, ему удар будет 100%. Я приехал в Россию, никакую славу не говорю, откуда? Инди, все. Посидите, я не начался петь мои песни, а ваара хум. Как будто я свою страну. Для моей страны, я буду говорить, это один и только это первая или одна страна, где они уважают и любят у нас. Но это как бы отношение просто к людям. А вот само отношение к бизнесу, какое вот? Оно же, ну тоже, наверное, изменилось-то за последние, за 25 лет, сколько ваш альянс существует? Не буду говорить, что изменился. Сейчас это не бизнес, вы приехали всего на утром, работали вечером и улетали завтра. Раньше так было, они быстро работали, быстро ушли. Это очень хорошая экономика, они выросли. Сейчас надо подумать о будущем. Если кто-то приходит на один год, два года, это нереально. На долгий срок работать, на перспективу. Очень перспективно, всегда возможно есть. Вот я хочу говорить, сейчас больше возможно для российских бизнесменов есть на Индии. Действительно, вот это один из вопросов, который я хотел вам задать. Действительно есть и встречное движение, то есть русского бизнеса в Индию. И они к вам обращаются за помощью, за советом? Вы сами понимаете, если любой российский бизнесмен активно работал, и он здесь занимается хорошим бизнесом, и он хочет его бизнес по их коленам международным, тогда первая страна, где он должен смотреть, это Индия. После России он хочет широко делить свой бизнес, тогда я думаю, Индия, это первое его будет место, он должен быть здесь. Вот в этой связи такой вопрос во взаимоотношениях, экономических взаимоотношениях двух стран. Вот в последние годы, особенно мировая политика со стороны США, которые являются производителями валюты долларов, она делает вложение вообще в доллар все более таким рискованным. И сейчас многие страны говорят о том, что нужно переходить на взаимоотношения на безвалютной, бездолларовой основе. То есть с вашей стороны рупий, с нашей рубль. Тоже, кстати, звучит почти одинаково. Вот в этом есть какие-то проблемы? Можно ли это легко наладить? Что для этого нужно сделать? Я буду начаться, и чекерпани будут кончать с этим. Рубль, рупий, трейд. Раньше это было очень ошибочно, это должно быть закрывать тему. Сейчас они открываются на другой. Сейчас рупий, рупий, трейд, это как надо. Вы имеете в виду, в прежние времена это между Советским Союзом и Индией? Это было неправильно. То есть тогда у них не было рыночных отношений, наверное, еще? Да, они неправильно созданы. Цены регулировались. Это было вообще неправильно. Это было выгодно для индусов, и они так занимались. Сейчас мы все забываем. И с чистого листа, как говорят в России. Начинаем с чистого листа. У нас как получается, Россия всегда думала, или Россия всегда читала, он как старший брат. Вот сейчас мы думаем, что неважно, кто старый или кто молодой. Мы должны думать, как вместе с братьями. Мы должны пойти на старые вещи и заниматься бизнесом, как мы братья. И в будущем это как Индия и Россия. Я добавлю по поводу рупий и... И рубль. И рубль, да? Без долларовая торговля. Я встречался с Бербанком, который находится в Дели, представителем. Когда господинцы с самими котванями приезжали на БРИКС-конференцию тогда. Я с ними встречался. Они мне лично сказали, что, пожалуйста, индийская компания, которая хочет расплачиваться, что-то покупает в российской компании, они могут платить в рублях, значит, они в Бербанк возьмут рупии, там, Дели, и потом рубля платят в российской компании. И также можно в рубии платить, значит, да, или российская компания, в Бербанке, если имеешь счет, если хочешь индийской компанией в рубии платить, пожалуйста, в рубии можно. Это будет на рыночной цене. Это будет как, они, конечно, возьмут евро или доллар, как средняя, тот день они конвертируют и отправят, да, вот так. Но, однако, эта система, почему он сильно не развивается? Потому что большая реклама нету, только это 11 российский банк, Сбербанк, Дели. И больше российских банков нету, только в одном городе. Индия огромная страна, Дели, только огромная страна, какой-то один банк, это очень мало, да, понимаете, да? Но, кроме этого, когда российский предприниматель что-то покупает, он в Индии, индусы промой России не продает, между ними будет посредник Дубай, Англия, или там Сингапур, какие-то страна будет посредником, и тогда, получается, промой торговли нету практически, или Европа будет посредником. Европа оплачивает индусам, расплачивается 100%, и потом Индия грузит в Россию, потом вот эта посредническая компания отдает, типа как, расстрочку российским компаниям, да, какой-то там, или по факту. То есть это такая практика? Да, такая практика, да, основная практика. А почему нет возможности напрямую работать? Потому что, понимаете, вот, в любом случае, посредник будет, потому что, если, допустим, российская компания предоплатит Индию, да, Индии 1 миллиард 350 миллионов населения, он отдаст, и вдруг он не грузит, ищи этого предпринимательного средника. А также Россия, Индия тоже не может оплатить в Россию, потому что они туда оплатят, язык не знают, приедут, не все санскрит знают стать в Индии. Это они знали бы санскрит, они за полгода могли освоить русский язык. Наш господин премьер-министр очень хочет, чтобы индусы учили санскрит, потому что они говорят, что зачем там, он так говорит, если бы санскрит научили, они могут 10 языков освоить за полгода, начиная с немецкий, русский, много языков, а тебе русский язык они могут освоить за полгода, это не только санскрит знали бы, понимаете, да? Значит, эта система будет хорошо работать, если будет какой-то законодательная база в России, если товар импортируется не за евро или доллар, будет импортироваться национальную валюту, допустим, за китайский юан или индийский рупий, там почтена будет какой-то выхода, если 5% почтена, будет 0% почтена, если 10%, значит, 5% меньше, какие-то надо новые технологии разработать, тогда мы можем людей, люди придут работать ни на доллар, ни на евро, они будут работать, допустим, индийские группы придут, да, какие-то национальные валюты, потому что мы должны людей привлекать, государство, если хочет работать, оно также должно быть предпринимателем, в каком-то степени, как компании, government becomes a company, страна становится компанией, он должен привлекать своих предпринимателей, чтобы работать по новым, а как предпринимателем только, где-то уменьшение таможенной пошлины, тогда люди обязательно пойдут, тогда люди забудут вот это, потребительские компании, которые через Дубай или там других странах, или Сингапур, они вот прямой работают, где 10% будет, таможенной пошлины не будет, тогда люди забудут, прямой будет рисковать, кто-то поедет из Индии сюда прямой, оттуда люди туда поедут, я очень приветствую вашу тему, потому что надо работать по национальной валюте, это будущее экономики России и Индии. Я полностью согласен с вами. Ну, страна, как бы, как компания страна, это с одной стороны, но это не только бизнес, это просто жизнь, это со своими там семьями, с детьми, с женами, да? У вас жена русская, насколько я знаю, и вы даже крестили своего ребенка в русско-православной церкви. Почему это так произошло? Понимаете... Это ваше желание было, или желание жены? Нет, 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 это 100% моё желание, месье Дети Кишони. Знаете, это было, собственно, моё желание, потому что я сам учился в биближской школе, я внимательно изучал Библию, да? Когда русские люди всегда хотят, они тоже ориться, что такое слово «ориться»? Ориться переводится на санскритном языке, человек, который хочет, идет в совершенство, кто хочет идти в совершенство, кто хочет искать пут, кто хочет осознать себе. Ну, разные переводы по слову «ориться», да? Всегда они спрашивают, ну, с чем похоже, да, вот, вашим Богом, нашим Богом, потому что это такая практика, это люди начинают делить Бога тоже уже, да? Не только деньги, Бог хотят делить тоже. Богу не надо делить, вопрос такой, что я только им задаю, отвечаю, потому что если взять индийский, это ведическая культура, миллион-миллион лет, я говорю, что всегда Син похожий на Папу, а Папу не похожий на Сина. Христианству 2000 лет, Исламу 1400 лет, а культура арицев, которые сейчас практикуются в Индии, которые приехали к нам из Севера, их миллион лет. В самом деле, дети должны быть похожи на отца, понимаете, да? Это один из самых больших доказательств, я задаю вопрос, да, вы русский человек, почему вы читаете себя русским? Есть какой-нибудь это вещи? Потому что язык, язык, понимаете, да? Язык, культура. Язык, 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 это самый главный язык, да? Значит, его можно доказать из слова санскрита, да, вот все находится на основании санскрита. Если санскрит, значит, если есть очень много слов, не только там, один-два слова, не только мама-папа, я не говорю мама-папа, мама-папа, все языки одинаковые, мама-папа, да? Вот очень много слов, научные слова, которые похожи. Некоторые исследователи, вот наши российские, которые вот на эту тему вот с индийскими исследователями взаимодействуют, они обнаружили, что название многих рек в России, они похожи… Кама, да, один из реки Кама, потом, ну, конечно, все в России знают Кама-сутра, это очень большая тема, но… Северные реки, вот многие там, Двина, там вот, типа Сухона, такие вот это речки, они где-то вот нашли соответствие, что узоры, вот, например, северные узоры, которые вышивали русские люди, до сих пор в это сохранились, вот они тоже ученые, этнографы индийские приезжали, в частности, вот в Вологду, в Вологодскую область, и там находили, вот видели, что это же наши индийские, это наше индийское творчество, искусство. Да, 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 как вы сказали по поводу крещения ребенка, это обряд, очень похоже на наш обряд. Значит, у нас что делает, обязательно во время крещения, они волосы бреют полностью у ребенка, здесь, конечно, где сократились, а в времени только… Обрезают прядь волосы. Да, 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 только один волос можно тоже, да, вот. В настоящем обряде, старый в Индии, полностью волосы надо брить, потом ребенок должен омовение принимать на пруд, полностью пруд должен, погружение. Сейчас можно, воду можно там, когда я ребенка делал крещение в России, я сказал, батюшка, пожалуйста, вы делайте полностью, как написано в Библии, не надо меня какой-то сокращенный путь, не хочу, потому что я не хочу делать формальности, потому что я верю, что это поможет просветлить моего ребенка, чтобы она может защитить ребенка от, ну, типа, как темных сил, да, есть темные силы тоже. Конечно, это для чего помогает крещение, потому что это абсолютно похоже, да, абсолютно похоже, и я вообще не считаю, что между крестьянством и, значит, в ведической культуре есть какие-то разноглазия, вообще нет разноглазия, все очень похоже. Всегда сын похоже на отца, не может быть там отец разный, сын разный, понимаете, крестьянство основано на санкрытии слова хагимса, химса, значит, насилие, а гимса, значит, ненасилие, да, сострадание, значит, это одно слово, да, вот Иисус, Иисус сказал, что люби ближнего, как себе, даже Он сказал, люби ближнего больше, чем себе, не убей, это все Его послали. Для начала нужно себя научиться любить, да, но возлюби ближнего после того, как ты возлюбишь Бога, да, а это тоже сложно, но сложнее ближнего возлюбить, себя, Бога и себя еще как-то можно, да, а вот ближнего возлюбить, это очень сложно. А разогану быть, Врага любить. А состраданием относиться к врагу, это просто иной раз невыполнимо. Вот о культуре мы начали говорить. 2024 год. Вы, Сэмми, кандидат президента России. У вас есть для этого все. Возраст, гражданство российское. Вы, насколько я знаю, гражданин России. Только один паспорт. Только один паспорт. Вы просто россиянин. В чистом виде. Какие ваши первые шаги будут? На ваш взгляд, что можно и нужно улучшить в нашей стране, в нашей обществе, в России? Сегодня индийская экономика очень большая растет. У нас нефть нет, бензина нет, ничего нет. А экономика растет? Экономика растет. И вы понимаете, когда есть... То есть не обязательно владение недрами, обязательно на этом должна строиться экономика. И я думаю, когда Россия нефть и бензин, у нас экономика должна растет в два раза больше, чем индий. Это первый шаг. Мы делимся все. Как у нас экономика не растет в два процента, четыре процента, она должна растет в восемь, десять, двенадцать процентов. Это... Мы не должны думать один-два процента, это нереально. Сейчас мы должны думать, какой нереальности возможности есть. Это первое. Второе. Я живу здесь, это самый спокойный город. Я думаю, у нас все хорошо, но сильнее что-то изменяется. И самое большое право, только одно есть коррупционное. Мы должны принимать такие сильные законы, как больше коррупционных не осталось у нас в стране. Это реально, как вы думаете? Почему нет? В России, в России, скорее, не коррупция. Только сила нужна. Сила? Сила нужна. Если глава страны есть сила, все возможно для этого. Мой интерес, это не выиграть выбор или нет. Мой интерес, надо показать Западу, у нас настоящая демократия есть. Ну, я где-то даже увидел ваше сравнение, что если в США Барак Обама, черный, смог стать президентом, как бы этого нельзя было там сто лет назад представить просто. Вы понимаете, они 300 лет назад получали демократию. Мы как компьютер, IT есть у нас, то мы не подождаем на 30 лет, пока какой-то человек пришел на власть. Все становится быстрее, развивается все быстрее, быстрее, благодаря компьютерным технологиям. Ну, вот вы сейчас уже, как вот президент Альянса, бизнес-альянса индийского, как вот предприниматель в России, вы поддерживаете фестиваль, фестиваль индийской культуры уже много лет, но как будущий кандидат в президенты Российской Федерации, вам нужно уже поддерживать и какие-то русские проекты. Вот в частности, вы можете, я приглашаю вас поддержать русский кинофестиваль, который в этом году будет проходить уже третий раз в Москве. Вы сам понимаете, мы россияне очень, очень как-то мальчим, мы не умеем говорить. Все мир узнает, все неправильно. Западная пресса только писает, как они хотят. И, как правило, плохое пишут, находят плохое. Мы не знаем, что они пишут. Или даже в хорошем видят плохое. Моя дочка учится на Англии и она смотрит BBC какого-то документа делали по-победу глубокий народный разъем. Она говорит, папа, там ничего правда нет. Хотя бы они, когда показывают какого-то документа, хотя бы 20% правду показали бы. Они-то 100% неправильно показывают. Если дети говорят такие вещи, вы сами понимаете, у нас Запад все делит неправильно. И мы должны быть своей информационной технологией, все переделимся, как они узнали у нас правильную Россию. Я, когда был на футбол-матче, на чемпионате мира вы имеете? На чемпионате мира. Я думал в этой вещи, как возможно этот темп остается. Помнишь, следующий день я слушал Владимир Владимирович Путин говорит, кого есть фэн, Айди, они можно до конца года ездить. Вот такие вещи. Хорошая инициатива, которая помогает людям западным увидеть своими глазами все как есть. В вашей стране в том числе. В России. Это в нашей стране. Это в нашей стране. Это было очень приятно. Это как нужно. Сколько народ пришли, мы, любой человек, общаемся, они не понимают, куда они попали. Они думали, что-то такое. Я был на одной встрече, где я вижу из Сан-Франциско мэйер, мэйер Сан-Франциско сидит там, он разговаривает на своего человека, он-то не знает, я английский понимаю, он его говорит, я больше СНН не буду смотреться. Это франциско, мэйер говорит. Он говорит, у нас сказали, метро грязный, сказали, магазин пустый, ничего не работает. Он говорит, я приходил в красивый город, метро красивый, магазин полностью. Такая информация приходит на Запад. Мы должны менять эту информацию, им должны показывать настоящий Россия. Ну, действительно, в нашей стране в 90-е годы было все не так, как сейчас. Но все меняется ведь. А вот люди на Западе в основном, скорее всего, вынуждены жить еще прежними представлениями о тех временах, когда все было иначе. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Интересный разговор. И, ну, коль скоро мы заговорили еще о русской культуре, я хотел бы вам подарить фильм. Здесь есть и на английском, и на русском языке. Что-то могу тоже. Да, это о Дивеевском монастыре, монастыре фильм. Очень сильно, очень знаковое место в России. Обязательно там побывайте. Вашей жене, я думаю, это очень понравится. И вам, Сэмми, тоже. Я хочу еще немножко добавить. Я так думаю, что один из главных, я думаю, что это семья. И если в России, будущая Россия зависит семей и семейность России. Все религии говорят о воспитании женщин. Давайте мы посмотрим в 21 веке, давайте будем воспитывать наших мужчин. Я считаю, что мужчина, чтобы он был воспитан, чтобы он взял ответственность на семью, он себе взял жену. Если любой человек, который живет в России, если он любит свою родину, он в первую очередь должен найти себе хорошую жену, и он должен жениться и делать детей. Потому что в России что происходит? В России есть три вещи. это первое называется демография, второе называется миграция, третье называется развитие региона в России. У нас есть проблема демографии, потому что малоожидаемость, мало людей жениться, или гражданский брак, или гостевый брак, это нормальный термин стал для сейчас. Это вообще никто не может. У нас проблема демографии, потому что семейный институт упал. И второй, мы хотим эту демографию, помощь миграции, какие миграции, как господин Самикот Вани сказал, хорошо было бы миграции, которые студентов закончили здесь, несмотря вон, откуда, высшее обрадование получил, потом ему дали вид на жительство, это организованный человек, знанием человека, и развитие региона, понимаете, да? Я думаю, что это очень сложно развивать неправильную миграцию и демографию в стране. Демографию только можно влюшить путем семейный. Мужчина обязательно не понимает, если он любит родину, он первой отец женится и хорошей женой. Семей это, прежде всего, важно. Это будущее страны. Ну, что, друзья, если мы все любим родину, то мы просто все обязаны жениться. Точно, точно, точно. А в августе мы все встретимся тогда на фестивале, на дни индийской культуры. Индийские свадьбы. Спасибо вам. Спасибо вам. Благодарю. Очень приятно. Спасибо. Взаимно.